Добро пожаловать домой. Два новых региона России. Республика Крым и Севастополь восстанавливают прежние связи. На международном инвестиционном форуме в Сочи Чуваша заключила с обоими соглашение о сотрудничестве. Правительство Крыма на международном инвестиционном форуме в Сочи представляло исполняющие обязанности главы Сергея Ксенов. Сегодня все субъекты России готовы к сотрудничеству с вновь обретенными собратьями. Одними из первых документы подписали Чувашия, Северная Осетия, Алания, Карачаево-Черкесия и Сахалинская область. Условия соглашения устраивают всех. Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Собственно, оно никогда и не прекращалось. Однако теперь появились куда более широкие возможности. Отдельное соглашение подписано с городом, имеющим особый статус – с Севастополем. Председатель севастопольского правительства Сергей Миняйло отметил, мы никогда не теряли духовной связи с Россией. Что дает это соглашение? Это соглашение первое дает то, что мы ближе становимся к тем людям, которые 23 года помогали Севастополю и Крыму. Второе – это дает нам возможность выйти, интегрироваться, как сейчас можно говорить, в экономическое поле, в информационное поле, в законодательное поле. Мы обмениваемся к тем людям, воспринимаем и впитываем опыт, тот, который есть в других субъектах. Очень много вооруженцев Чувашской республики избрали в свои молодые годы путь служения Отечеству. И много очень офицеров, которые по сей день там служат, создали семьи. И когда несколько месяцев назад они приезжали к нам со слезами на глазах, рассказывали, как сложно и тяжело. Сейчас приезжают, улыбаются, настроение другое, поэтому все сделаем готово, чтобы наши молодые люди, наши дети, наши ветераны ощущали комфорт. Спасибо. Спасибо.